Итак, уважаемые коллеги, собравшиеся сегодня здесь, в этом шоуруме, я хочу вам напомнить, что мы продолжаем сегодняшние наши встречи и серию круглых столов в формате ток-шоу, в формате дискуссий, связанных с тем, как организованы выборы, кто те люди, которые так или иначе участвуют в избирательном процессе, каким образом гарантируется общественностью, средствами массовой информации, другими структурами прозрачности избирательного процесса, дня голосования и так далее. И сегодня мы решили посвятить нашу встречу, такое рабочее название дали нашему, назовем его круглому столу, планерка штабов. То есть мы сегодня попытаемся с вами вместе узнать, кто те люди, кто работает в штабах конкретных кандидатов, кто их доверенные лица, каким образом эти люди попали в этот круг, как они видят в себе избирательный процесс, как они видят в себе те или иные проблемы, которые всплывают в ходе реализации избирательных прав граждан и так далее. Еще раз напомню, мы на этой площадке не ведем какой-либо агитации за кого-либо, мы говорим об избирательных процессах и о тех людях, которые в нем в том или ином качестве участвуют. Это принципиально, и залогом того, что мы будем стараться вот эту составляющую, в том числе и оговоренную законом, соблюдать является, я даже с этого бы начал, участие в нашей сегодняшней встрече заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Тарстана Олега Васильевича Сквордякова. А сейчас, если позволите, я представлю участников нашей сегодняшней планерки. Сразу оговорюсь, я пригласил сюда, и мы пригласили сюда тех, кто участвует, активно участвует на наших телеканалах и на радиокомпаниях в тех дебатах и в тех агитационных временных отрезках, которые сейчас в рамках агитационной кампании на нашем телевидении, на нашем радио проходят. Поэтому это шесть, это представители шести штабов, шести кандидатов. Если есть в зале, возможно, представители еще двух кандидатов, их штаба или доверенные лица, я просто их не видел, я не знаю, кто эти люди, они не участвуют, к сожалению, в дебатах на нашем телевидении, то я буду рад, если они представятся и, соответственно, тоже расскажут о себе и о своей работе. Сейчас я вам представляю наших сегодняшних участников, заявленных ранее. Значит, Альфред Ракипович Валиев, глава предвыборного штаба и доверенное лицо Альфреду Сурайкина, первого секретаря Скома, политической партии Коммунисты России. Пожалуйста, подходите к трибуне, я называю в алфавитном порядке. Значит, я так понимаю, что Марсель Маликович Габдрахманов не подъехал, не смог. Если подъехал, то где-то, значит, подойдет. Руслан Мансурч Зинатулин тоже где-то на подходе. Вот все на подходе, вот так вот, всем хорошо. Сейчас мы ему поаплодируем отдельно, когда он появится. Вот, вот, очень вовремя. Глава предвыборного штаба и доверенное лицо Григория Явлинского. Пожалуйста, сразу ваше место за трибункой. Андрей Станиславович Кондратьев, член избирательного штаба кандидата на должность президента России Путина, руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Так, так, всех представил, да? А, конечно, Артем Вячеславович Прокофьев, глава предвыборного штаба Павла Николаевича Грудинина в Татарстане, депутат Государственного совета Республики Татарстан. Еще раз хочу обратиться к залу. Если есть представители, вот я знаю еще два кандидата есть у нас, да, если есть их представители и они бы хотели сейчас обозначиться и тоже принять участие в разговоре, то буду рад, тем более, что вот и место есть. Пожалуйста, микрофон передайте, пожалуйста, представьтесь и мы вас. Здравствуйте. Нисанбек Вэльза, глава предвыборного штаба Ксения Анатольевна Собчак. Замечательно, пожалуйста, к трибунке. Я, пожалуй, откажусь от участия, просто как бы обозначил, что я здесь есть и все. Спасибо. Ваши аплодисменты. Ну, давайте, давайте, коллеги, давайте не будем. Вот мы вас уполномочили. Я хочу еще раз уточнить, вот это не то место, значит, куда мы официально зовем, то есть есть коллеги, ваши коллеги, с которыми я общаюсь в ходе теледебатов, я их вижу, я их физически чувствую, я вижу, как они борются за голоса избирателей от имени своих кандидатов, ну, соответственно, вот я их и пригласил, да, но поскольку я не вижу еще два избирательных штаба, не вижу их борьбы и не знаю, просто вот очень рад познакомиться, если считаете что-то важное и значимое сказать, то будем рады и вообще приятно всегда знакомству с новыми людьми. Итак, давайте начнем, потому что прелюдия немножко затянулась, собственно, вот в том порядке, как я вас представлял, презентовал, в алфавитном порядке, и начнем. То есть вопрос, в общем-то, сформулирован, кто они, представители кандидатов, их доверенные лица, откуда они, как вы их выбирали, насколько они авторитетны с вашей точки зрения, и какие задачи вы перед ними ставите. Потому что было бы интересно узнать о тех людях, которые, в общем-то, сейчас вошли в контур большой политики, во всяком случае, в нашем регионе, и, возможно, дальше будут продолжать политическую деятельность. Еще раз говорю, мы говорим только про них. Пожалуйста. Микрофон. На сегодняшний день у нас доверенных лиц, сегодня получено вот таких удостоверений доверенных, уже 22 человека. Вот. Здесь вот присутствует у нас в основном мы молодежь ставим, и основные это у нас секретари нашей партийной организации, такие, как секретарь набережной Челнинского горкома партии Гурио, второй секретарь Потанкин, секретарь Бугульминского Мухамедшин, секретарь Арского, ну, основные секретари. Также Казанского горкома, вот здесь сидит доверенное лицо тоже у нас, кандидатов президента Сурайкина Максима Александровича. На сегодняшний день мы уже получили доверенных теперь еще, 10 доверенных, это теперь от партии, потому что по закону надо выступать, оказывается, не только от кандидата, но еще от партии, это тоже дополнительно будут такие же удостоверения получены. Вот. В общем количестве у нас в Татарстане от кандидата где-то будет 20 доверенных лиц, и от партии где-то человек 10, это около 30 доверенных лиц. Вот. Ну, это вот основа. Вот. Также у нас на сегодняшний день организованы штабы во всех крупных городах наших, где у нас присутствуют наши горкомы. Это в Арске, это в Набережных Челнах, это в Казани, это в Бугульме, это в Чистополе и в Зеленодольске. Это основные наши штабы, где на сегодняшний момент уже идет набор членов комиссии с обещателем голосом и наблюдателей. Вот. На сегодняшний день уже вот я по членам могу сказать, где-то около 160 членов комиссии набрано. И в Казани около 100 человек. Параллельно в связи с законом о выборах, то, что наши депутаты, а у нас их около 20 человек, они не имеют права быть членами комиссии, с обещателем голосом и наблюдателями. Поэтому мы делаем их уполномоченными представителями от партии. Вот. Они будут уполномоченными представителями и также будут участвовать в выборном процессе, наблюдать и смотреть, как происходят выборы в Татарстане. Все у меня. Спасибо. Спасибо. Если, позвольте, небольшой подвопрос. А вот вы доверенных лиц как определяли? Значит, из просто вот кто есть, да? Других нет просто. Или какие-то требования были особенные к этим людям? Это обязательно члены вашей партии или это, возможно, из круга сочувствующих, что называется? Нет. В основе своих это члены нашей партии, это раз. В основе своих мы старались еще, чтобы молодежи дать побольше, потому что у нас есть своя организация, называется Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи, чтобы молодые лица участвовали. И третья категория – это, ну, кто, как вам сказать, фотогигиеничен раз и кто имеет слово, хорошо сказать. Вот это основа тоже. Вот. Поэтому выбирали так вот. И, естественно, в эту категорию доверенных лиц основная часть у нас обязательно входила – это секретари, руководители организации райкомов и горкомов. Спасибо. Хорошо сказать. Кто имеет слово, хорошо сказать. Почти по-одесски так сказано. Андрей Станиславович, тот же вопрос. Ну, вообще по алфавиту, ну, вы как-то уж так выстроились. Давайте, чтобы точно случайно… Сначала надо желание загадать. Между двух коммунистов я первый раз. Да. А я, кстати, вот… Ну, я его загадал. Он, в принципе, понятно, мое желание. Но он упирается там на 18-е число. Ну, если у вас так же пойдет дальше с доверенными лицами, придется вас усиливать. Очень рад, что такой формат организовывается. Очень печален тому, что в прошлый раз как-то так не позвали или вроде не дошло до меня приглашение. Но скажу, что сразу буду хвастаться, что наш штаб, он самый открытый. Я, кстати, всех коллег, присутствующих здесь приглашаю в любой момент. Мы, поскольку работаем практически без выходных, прийти, посмотреть, нас пригласить к вам. То есть, на самом деле, это очень важный такой обмен информацией для того, чтобы не было различного рода инсинуаций в средствах массовой информации. У нас очень серьезный штаб доверенных лиц. Я уж не буду говорить о федеральном списке. Его можно перечислять очень долго. Те авторитетные люди, которые в него вошли. А наш список возглавляет Митимир Шарипович Шаймиев, государственный советник. У нас в нашем списке человек, который, когда пришел первый раз в наш штаб, Олег Владимирович Романович. Я не знал, что делать, потому что народу пришли просто с ним поговорить. То есть, не пришли в штаб люди, а пришли с ним поговорить. Потому что настолько вот эта звезда такой величины, и настолько он разбирается в спорте. И столько ему вопросов, самое главное, задавали о спорте. И так он компетентно на них отвечал. Я считаю, что независимо от того, что министр спорта мне не далекий человек, но я бы видел готовый федеральный министр спорта. Я считаю, что это высокий профессионал. Чагин, ну это легендарная личность. Я очень рад, что в этом году на этих выборах, в этой избирательной кампании. И очень горжусь этим. У нас попало очень много представителей молодежи. Я просто хотел бы, чтобы вы, они сегодня здесь. Кстати, Рустам Кадыров, это человек, который возглавляет молодежное крыло Ассамблеи народов Республики Татарстан. Я вот сейчас, я его просто уговорил, чтобы он в одну поездку не поехал, пришел сюда, поскольку постоянно человек ездит по муниципальным районам, постоянно решает вопросы, постоянно встречается. Я считаю, что это вот настоящий молодежник. Тимура Халикова вы все прекрасно знаете. Это зампредседателя общественной палаты. Человек, который тоже не только с молодежной политикой, а теперь уже и с экономикой, и со всеми теми вопросами. Я вот с удовольствием наблюдал дебаты с участием Тимура. Действительно, я горжусь, что я с ними... Вообще у нас штаб, он такой коллекционный. То есть вы знаете, что наш кандидат, он поддержан был широкими общественными силами. И у нас Игорь Изманович Бикеев присутствует здесь. Это человек, который уже давно в политике и действительно общественно-народный фронт. У нас справедливая Россия. Рашиня Бельгидеева представлена в нашем штабе. И скажу так сразу, что даже вот такого наличия количества профессионалов нам не всегда хватает. Хотя мы уже выстроили и дежурство, и уже от выходных как бы отказались. Действительно, есть вопросы, приходит население, есть звонки, на которые приходится в ежесекундном режиме, в рабочем режиме общаться, отвечать на вопросы. Делать все, чтобы... Ведь иногда бывает так, что человеку просто не разъяснили. Вопросы, в общем-то, маленькие. Не разъяснили ему. И вот как бы человек мается и ходит от одной инстанции до другой. И я считаю, что наш штаб очень боеспособен. Да вообще я считаю, что если завершатся выборы президента, я бы их всех рекомендовал в правительство сразу. Готовые профессионалы. Федеральный или региональный? Как скажете. Я сразу на федеральный уровень. Сразу на федеральный уровень. Так что штаб работает всегда к вашим услугам. Мы его подбирали очень долго, поскольку искали... У нас же кандидат-бюджетник. Мы искали достаточно бюджетную цену этому помещению. И считаем, что и отдельно общественные приемные мы не открывали. Считаем, что справимся и в этом помещении. В общем-то, если будут вопросы, готовы будут на них ответить. Спасибо. Ну вот, кстати, по последней фразе. Кандидат-бюджетник. Но мы все равно понимаем, что достаточно такой весомый кандидат. А вот не было ли попыток или вообще желание у кого-то купить, например, место? Жалко, что не было вообще. Ждали вроде так. Кто-то может быть очень сильно рвался. Кто-то не приходил. Нет, ребят, не приходили же, по-моему, никто не пытался. Вообще, я считаю, слушайте, у нас даже вот такого вопроса не возникало по поводу каких-то заработных плат. Исторический момент. В тяжелейшем мировом окружении находится наша страна. Тяжелейшая ситуация в этом плане. Я считаю, что все те, кто считает внутри себя какой-то стержень иметь человеческий, гражданский, мы должны, наоборот, сплатиться и быть едиными в этих выборах. Не думать ни о каких-то там, что вот и эта избирательная компания, потом другая избирательная компания. И так, как профессионал, вы сходишь с одной. Этих вопросов не задавалось, они не обсуждались. И я просто уверен, что касаемо нашего штаба, здесь даже бесполезно с этим подходить. Приходил один мужчина, предлагал фонд Путина внести денежку. Мы его поблагодарили, честно, потому что он пришел искренне совершенно, да, может, конечно, хотел спровоцировать, но искренне. Мне показалось, что очень искренний был человек. И мы его пригласили на несколько населий наших встреч, поблагодарили, сказали, что он это как бы не в рамках закона. Спасибо. Спасибо. Ну, предлагал, внес. Что? Что предлагал-то, внес сумму? Нет, ну, вы же понимаете, вы же понимаете, что это вообще не относится к работе нашего штаба. Есть избирательный фонд кандидата, и он по соответствии с законом пополняется и пополнился, и есть уже, и расходы идут из него. Тут речь идет чисто о таком вот интересном событии, которое произошло в штабе. Хотя вот у нас сейчас только по звонкам порядка 250 звонков поступает, 290 обращений поступает. Ну, обращения мы не принимаем, но заявления, пожелания в адрес кандидата, просьбы. У нас есть специальная система оформления. Мы отправляем, оставляем его у себя в штабе и направляем в центральный штаб в Москве. Спасибо. Артем Вячеславович, та же группа вопросов к вам. Я приветствую, во-первых, всех участников. И на самом деле, вот, я уже думал, сегодня такого не будет, но продолжают у нас представители штаба действующего президента оговариваться. Да, вот видите, как я бы сразу предложил после выборов состав правительства. Какого кандидата? Нет, нет, ну, потому что у нас еще не подведены итоги выборов. Даже голосование не состоялось, а вы уже предлагаете людей в кабинет министров. Мы всегда готовы предложить. У нас настолько серьезные гвардии, настолько серьезная армия наших доверенных лиц, профессионалов, что мы готовы при любом разглажении, кто-то поделиться, при любом разглажении их предложения. Потому что я вот, ну, извиняюсь, я не знаю, например, вашего миллиардера, да, кто доверенное его лицо-то вообще. Нет, ну покажите мне. Нет, мне сегодня одному показали. Вот, вот, да, мы с вами, да, познакомим. Вот я первый раз его увидел. Нет, вчера первый раз увидел его на дебатах, да, а сегодня вживую. Ну, кто еще-то? Ну, вот я сказал, кто эти люди, с ними готовы любые. Так, спасибо, спасибо. В любом случае, по конституции правительство будет новое. Вот, я, знаете, вам честно скажу, я первоначально стал сомневаться, что Единая Россия хорошо считает, когда подсчет на выборах идет. А теперь я стал сомневаться еще, когда вы деньги нашего кандидата считаете. Ну, в 200 раз умножать доход человека, ну, стыдно. Это же народ говорит, понимаете? Тоже ваши доверенные лица. На самом деле, я хотел бы отметить, да, что у нас штаб-то, он еще в прошлом году был создан, но мы в начале этого года еще обновили штаб, усилили. Я вот здесь могу даже представить наших, ну, и доверенных лиц, и людей, которые в нашем штабе работают. Вот я начну с Антона Головина. Он у нас сегодня выступает на дебатах, в том числе, возможно, вы его видели. И на самом деле, Антон Головин, да, я могу сказать, ну, я сейчас расскажу, но я не прерывал же вас. Давайте будем уважать друг друга. И, тем более, видите, я в этот раз на дебатах не участвую. Да, ну, об этом я расскажу. На самом деле, Антон Головин, да, вот вопрос же не в том, что... В том, что знают все или не знают это доверенное лицо. Антон Головин, он человек, который занимается реальной помощью людям, детям войны, другим категориям, без выпячивания своей роли. Вот насколько он может помогать людям, он помогает. Такие люди, на самом деле, редкость, и мы их ценим, и поэтому мы поставили его доверенным лицом. У нас доверенное лицо Сомов Геннадий Михайлович, человек, который здесь, в Татарстане, ну, пожалуй, самый известный из тех людей, которые защищают интересы людей в сфере ЖКХ. У нас есть и школьный учитель Альфред Галиев. То есть это люди, да, может быть, у них нет больших погон, но это люди, которые действительно достойные. И я считаю, что это важно, а не пытаться как-то умолить доверенных лиц, говоря, что они недостаточно известны, ну, по крайней мере, не так известны, как Тимур Кадыров. Да, что еще я хотел сказать, вот раз мы здесь презентуем в том числе штаб, вот я могу рассказать, вот Алексей Серов у нас, он заместитель у меня в штабе, заместитель руководителя штаба. Он руководитель фракции в Казанской городской думе, он отвечает за контроль, то есть контроль над ходом голосования непосредственно вот тех людей, которые будут у нас на избирательных участках. Он ездил в Москву на обучение недавно в связи с этим, вот, поэтому эта работа будет вестись. Константин Кузин, представитель юрслужбы нашей, Динара Халимдарова отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации. То есть, на самом деле, штаб, он в живом режиме, мы, кстати, его и дополняем, а кого-то даже и убираем из состава штаба, и такое бывает. Кроме того, мы, конечно, создали и опорные точки, они по пяти ключевым городам, и они уже курируют работу районных штабов. И к сегодняшнему дню, вот, кстати, вы не поделились, мы уже распространили более, ну, около, по крайней мере, около миллиона агитационной продукции. У нас... Более, около. Ну, около, около. Вы знаете же, там у нас пытаются изымать часть агитационной продукции, поэтому всякое в жизни бывает. Мы будем аккуратны в формулировках. И я вот... У меня, кстати, вопрос к вам. Нам сказали, что мы можем показать презентацию. Это когда сейчас будет, о работе штаба, или... Оно у вас очень большое? Ну, не так, чтобы огромное. У вас, вот, в парламенте есть святое слово, я его очень люблю, регламент. Мы вроде как его не нарисовали с самого начала, но все-таки... Нет, ну, смотрите, если регламент у нас формируется, именно в момент моего выступления формируется регламент, это как минимум странно. Ну, сама презентация есть, она готова. Да. Если очень-очень коротенько, минут на несколько... Ну, смотрите, вот давайте мы с вами-то по формату, я хочу понять. Или я могу ее позднее показать, но тогда я позднее сейчас расскажу о тех проблемных, скажем так, моментах. Давайте, да, мы Руслан Мансуровичу дадим слово, а потом вернемся. Я показываю презентацию, а потом я расскажу о проблемных моментах, которые вот я вижу. О, о проблемных, вот мы сразу выйдем на проблемы тогда. Давайте сейчас мы передадим слово, а потом перейдем к вашей презентации. Нет, подождите, я... Нет, сам спросил, можно так или так, я сказал так. Значит, все, решили. Руслан Мансурович Зинатулин, вам слово. Кто те люди, представляющие интересы, позицию вашего кандидата? Здравствуйте. Еще хочу извиниться за опоздание. У нас четыре доверенных лица. Это члены партии, это я, сотрудник штаба Диана Слемгареева, Борис Фанюк и Дмитрий Фомин. Значит, Фомин у нас также является моим заместителем, председателем набережной Челнинского регионального отделения. Он бывший депутат Верховного Совета и ведет работу в Закамье. Борис Фанюк, он тоже является членом регионального совета. К сожалению, у нас по закону нельзя совмещать, быть доверенным лицом членом комиссии, поэтому ряд наших товарищей, в том числе и мои заместители, они не смогли стать доверенными лицами, потому что не захотели слагать в себя полномочия членов комиссии с правом решающего голоса. Еще один мой заместитель, председатель Альметьевского отделения, он является руководителем средства массовой информации, и там тоже накладываются определенные законодательством ограничения, то есть он тоже решил не быть доверенным лицом, так как ему в противном случае придется уходить в отпуск и слагать в себя там полномочия ставить другого главного редактора, он также является издателем своей газеты. Вот так вот коротко. Ну да. Спасибо за краткость. Значит, не хотите пару слов? Вы знакомы с Ксенией Анатольевной и поэтому возглавили здесь работу, или так вот, она вас сама нашла. Не откроете секрет? Спасибо. Я думаю, можно поаплодировать. Да, и сейчас обещанная презентация. Обещанная презентация, потом мы перейдем к вопросам, и у нас есть представители средств массовой информации, у нас есть эксперты, есть вопросы к вам. Ну, сейчас давайте презентацию, поскольку вы ее подготовили уже. Вы просили подготовить, но мы как, так сказать, ответственные партии подготовили. Кто-то кроме КПРФ готовил или нет презентацию? То есть будете показывать? Если никто не будет больше показывать, я готов тоже не показывать презентацию. Если только ответственно, как всегда, подходит только наша партия. Нам сказали подготовить, мы подготовили. Ну, ваша партия как-то, как всегда, в последний момент растерялась. В смысле? Давайте. Давайте. Давайте уж. А то скажете потом, не разрешили, не показали. Вот. Нет, ну, я, на самом деле, это было дополнение рассказа о работе штаба. Это, кстати, вот тот исторический щит, который снимали. Мы, в принципе, наверное, только на сегодняшний день наша партия, только и представители Владимира Путина разместили щиты в Татарстане. Я просто не знаю, может быть, поправят меня коллеги? Да, да, да. А что-то не работает у вас, переключение, на самом деле. Вот он и есть несчастный щит, он зависит. Нет, ну, это вот я показываю, что, на самом деле, эти щиты мы разместили не только по Казани, мы разместили по разным городам Татарстана, да. Это вот та самая запрещенная газета. Запрещенная газета. Но вопрос в чем? Вот я как раз хотел здесь обозначить проблематику этих выборов, да. Ведь у нас сегодня мы избираем президента Российской Федерации. Публичное лицо, наверное, самое публичное в нашей стране. Но по действующему избирательному законодательству, если вы выпускаете агитационный материал, агитационный, то вы не имеете права публиковать никого, кроме кандидата. Ну, что за такой кандидат в президенты, который должен быть вообще в одиночестве, либо в неопределенном круге лиц? Что за неопределенный круг лиц? Неужели у нас кандидаты не должны презентовать свою команду? В конце концов, свою семью, это публичные люди. Почему у нас такое законодательство? Это, конечно, не вопрос даже, может быть, к другим штабам. Это общая наша проблема сегодня. То есть мы вот, если говорить о работе нашего штаба, это является проблемой, потому что в том числе из-за таких вещей и страдают наши издания. То есть мы активно начали распространять и по почтовым ящикам, я сказал, совокупный тираж уже около миллиона экземпляров агитационной продукции разных форматов, и больших, и малых. Очень популярно, кстати, к нам обращаются и за наклейками на автомобиле люди приходят. Очень популярный на сегодняшний день такой формат, то есть идет активное размещение. Это заседание вот Координационного совета, то есть я не знаю, нам здесь прозвучало про штаб Владимира Путина о том, что от большой группы общественных организаций действительно так. У нас тоже поддержало ряд общественных организаций, целый ряд, и различные инициативные группы. Ну это вот наши агитаторы, в том числе, кстати, недавно состоялся пример работы Антон Головин, он здесь присутствует, доверенное лицо, он с обманутыми дольщиками на футбольном матче. Вот у нас, вы знаете, как сложно проводить публичные мероприятия, поэтому они проходят порой в формате футбольных матчей между обманутыми дольщиками. Ну это наш митинг, мы, кстати, я не знаю, вот проводили ли другие организации публичные мероприятия, мы, наверное, единственная партия, которая провела публичные мероприятия. Все-таки кандидат очень много появляется, мне кажется, мы чуть-чуть переходим на агитационную вставляющую, это бы не хотелось. Понятно. Это тоже представитель, кстати, обманутых дольщиков уже на встрече в Москве с нашим кандидатом. Ну, я могу сказать, давайте я на этом завершу, я хотел бы еще одну проблему обозначить, которая на сегодняшний момент открылась в связи с вот этой избирательной кампанией. У нас нельзя доверенным лицам быть не только членом избирательных комиссий, что в принципе логично, да, то есть это ограничение, оно, я считаю, носит логичный характер. Но доверенными лицами не могут быть депутаты любого уровня. И это, конечно, неправильно. Если политическая сила сегодня выдвигает кандидата, то почему ее представители в парламентах, либо представители органов муниципального образования не могут быть доверенными лицами? Это абсурдное совершенно ограничение. У нас в связи с этим, кстати, тоже будет в ближайшее время инициировано на федеральном уровне нашими представителями именно изменение в этом плане законодательства. И вообще подготовлен пакет ремонта избирательной системы законодательных инициатив. Спасибо. 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 Да, конечно. Подборные аплодисменты. Вы возвращаетесь. А я все-таки попрошу. Вот в зале есть группа экспертов, которых мы пригласили. Это Игорь Изманович Бекеев, Ильнар Истрофилович Герфанов, Рушинья Габдула Хатовна, извините, пожалуйста, Бельгильдеева, Галина Викторовна Морозова, Андрей Римович Тузиков, Артур Ахачхазеев, Раисторов Катч Сулейманов. Вот к вам вопрос такой общий. Вот сейчас прозвучала такая вот некая перекличка штабов, что они делают, на чем акцентируют свое внимание, что-то было даже продемонстрировано, как отбирались люди, какие задачи ставились перед этими людьми. Теперь вот к вам, как экспертам, вопрос общий. Что с вашей точки зрения ожидает общество и население от тех ретрансляторов позиций кандидатов? Находит ли оно достаточное, что ждет в их суждениях, мнениях? Достаточно ли представительные эти люди? Что с вашей точки зрения не устраивает? Вот уже говорилось, что не устраивает, например, в законодательстве что-то в деятельности доверенных лиц. А что, может быть, следовало бы им, для того, чтобы быть более понятными для населения, которое будет делать ключевой выбор, усилить в своей деятельности работе? Кто мог бы первым взять на себя инициативу принять микрофон? Пожалуйста. Я Раис Сулейманов, эксперт Института национальной стратегии. Мне кажется, что очень важно для каждого из штабов это акцентировать внимание еще на местных проблемах, которые существуют. Вот штаб Грудинин, например, они действительно стали сдольщиками заниматься, это очень острая проблема. Есть проблемы с мусорожигательным заводом, который тоже волнует жителей города. И когда непосредственно работники штаба каждого из кандидатов начнут обращаться к местным проблемам, то есть таким образом будет больше интерес у населения и возможность его прийти на выборы. Потому что когда в масштабах всей страны говорится о проблемах, это несколько отвлеченно. Когда человек живет непосредственно в своем городе, ему говорят, вот у нас такие-то проблемы, такие-то проблемы, если мы готовы решать, то есть наш кандидат будет, то тогда это больше будет интереса к выборам и желания прийти, потому что для многих сейчас проблема это с явкой. Спасибо. Спасибо. Не слышу поддержки зала. Галина Викторовна, а вот есть еще одна такая аудитория, очень спорная, за которую вроде все ведут борьбу, а она как-то не очень откликается зачастую и не очень активность большой проявляет эта молодежь. Вот с вашей точки зрения здесь, почему не становятся привлекательными для них вот такие, в общем, бурные активные действия? Во-первых, я немножко бы вам поопонировала и сказала, что оценивая сегодняшнюю молодежь, нельзя говорить о том, что она пассивна по отношению к политической жизни. Вот все наши исследования показывают, что молодежь заинтересована в том, какие процессы происходят в сфере политики и власти. Она очень чутко реагирует на все те проблемы, которые сегодня есть в России. Она хочет знать ответы, и прежде всего, вот как показывает, по крайней мере, студенческая аудитория, она хочет знать, когда же такая страна, ну, как бы великая Россия, да, когда же она найдет все-таки средства, пути, инструменты вывода страны из экономического кризиса. Они говорят, ну, почему? Ну, как же так? Да, у нас проходит десятилетие с десятилетием, и экономика не работает. Я думаю, что, ну, уж как бы заодно, поскольку вопрос задан, я думаю, что кандидатам, претендующим на такой пост, как президент, это ключевой вопрос сегодня. И это должно, информация о позициях партии должна доводиться до населения и, прежде всего, до молодежи. И я хочу сказать, что молодежь очень остро и внимательно следит за всем тем, что проходит в сфере политики. Спасибо. Если можно, да, короткую репутацию. Да, конечно, я бы хотел, чтобы это перешло в формат некой дискуссии. Очень рад, что вы здесь, вы учите, гуру молодежной политики, я у вас учился в свое время. Дело в том, что молодежь действительно очень активна. Вот мы, я не сказал об этой когорте, которой у нас часть присутствует здесь в зале, когда сайт начинал работать нашего кандидата, там регистрация волонтера была. Ну, мы думали, там человек 20-30. 400 зарегистрировались. Из них 200 не из Татарстана, но с желанием работать здесь, в штабе, в Татарстане. Это понятно, почему в Татарстане они захотели работать. И сегодня мы продолжаем эту регистрацию, она у нас не останавливается, они здесь находятся, ребята, в зале. Они действительно очень активны. Есть другая проблема. Есть проблема, что у молодежи сейчас новые вызовы совершенно. Вот мы вот сейчас смотрим в эти замечательные камеры, а они не смотрят телевизор, они его не смотрят вообще. Они сейчас в электронных средствах массовой информации, в Ютьюбе, в различных контактных группах и так далее. Вот здесь, конечно, мы обязаны, и как штаб мы уже, условно говоря, думаем по-другому немножко и планируем по-другому избирательную кампанию. Нам необходимо общаться там. Мы часто задумываемся, почему молодежь приходит на определенные митинги, на определенные не приходит. Вот кто вот этот вызов выигрывает, тот выигрывает влияние на молодежь. Я считаю, что здесь и будущему президенту необходимо этот вопрос все-таки решать уже. Мы уже сколько говорим о том, что необходим на федеральном уровне действительно орган по делам молодежи, который будет заниматься молодежью, заниматься профессионально молодежью. И законодательно в том числе. И законодательно в первую очередь, в первую очередь по закону. Я поэтому, я даже не знаю, вот у них сейчас 400 человек, у нас мы думали, мы два дня проведем встречи, отберем там человек 30, а они каждый день, у них там по 50 человек, они приходят и все хотят работать. Кстати, у нас возраст очень разный, покажите, пожалуйста, если можно привстать, да, просто чтобы оценили возраст наших волонтеров. Очень разный возраст волонтеров, да, и с таким желанием, что они нас сейчас ругают, что оказывается там в день не пять мероприятий, как они хотели бы, да, а там одно мероприятие где-то, кто-то СМИ-волонтеров. Молодежь очень активно участвует в этом процессе. Спасибо. И можно я тоже добавлю пару слов? Встаньте, пожалуйста, наши молодежи. Встаньте, встаньте. Вот и Раиса Сулеймановна, спасибо. Вот Раис Сулейманов как раз вопрос задавал, работаем ли на местном, помогаем людьми. Вот сейчас основная наша задача, которую мы исполняем и с кем мы работаем, это аварийное жилье. Когда людей по беспределу выселяют на улицу, как вот мы были на Сахалине на выборах, например, там у людей жилье, например, сносят аварийное жилье, дают им квартиру за это, еще 50 тысяч за то, чтобы они переехали. У нас почему-то в Татарстане просто сносят жилье, заставляют вставать ипотеку, понимаете, или дают 11 тысяч за любой квадрат-метр и уходи, а жилье сносят. И интересный такой вопрос, я одному чиновнику задал, а почему на Сахалине так, а у нас вот здесь? Ну, чтобы люди с Сахалину не уезжали из-за этого, понимаете? А с Татарстан, то есть, давайте уезжайте. Вот, вот, поэтому мы боремся. И я вам скажу также про свою молодежь. Вот я знаю вот здесь у нас Миша Фирсов, Зайцев, Карина Арутюнян. Это те люди, которые ложились, можно сказать, не под танк, а под трактор. Не давали на Кубе строить дома, которые беспредельно строит у нас, мэрия города, а вокруг, которые строят дома, а вокруг этих домов, пятиэтажки, рушатся, стены рушатся, понимаете? Может быть взрыв газовый, все равно, главное деньги. Вот, поэтому у меня тоже активная молодежь, очень целая организация состоит из 50 человек, и мы на местном уровне тоже боремся активно. Спасибо. Спасибо. Олимная молодежь у вас. Да, пожалуйста. Секундочку, секундочку. Так, давайте по очереди. Так, давайте по очереди. Пожалуйста. Я тоже хотел пару слов сказать. Раис правильно, мне кажется, акцентировал внимание на местных проблемах. И сегодня я вот выступал на радио Болгар, 12 минут, как раз говорил о проблеме строительства мусоросжигательного завода, почему наша партия против мусоросжигания, почему мы выступаем за то, чтобы была переработка и так далее. То есть местные проблемы мы тоже поднимаем, то есть федеральный центр, он поднимает общие какие-то вопросы программы. Здесь, когда есть возможность, мы тоже эти вопросы поднимаем. Я коротко, да, буквально пару тезисов. Первое, что касается местных проблем, да, на самом деле, вот я согласен в целом с вами, но не согласен, что этим надо заниматься во время выборов только. То есть вот важно как раз, чтобы партия работала и ее представители между выборами. И мы этим занимаемся. И как раз в этом отличие от ряда политических сил, которые только перед выборами начинаются какими-то там группами взаимодействовать. Второе, что касается интереса к выборам и молодежи, и вообще. Вот здесь не прозвучало, я думал, эксперты об этом скажут, но фактически, что мы сегодня видим, что сценарий, как нам говорили, вот скучные выборы, там неинтересные, малоинтересные выборы, этого нет. Сегодня выборы это не сценарий референдуму о доверии действующему президенту. Это именно выборы, и выборы конкурентные, и мы это видим уже по той активности, вот, которая есть сегодня именно среди населения. Они говорят, к ним идут активисты, и к нам идут активисты. Вот два полюса есть, и в этом смысле эти выборы действительно превратились в конкурентную избирательную кампанию. И, кстати, вот такого не было никогда. Есть партизанская активность агитаторов, причем вот с двух сторон, и с нашей, и с вашей. Я знаю, что это, о чем я говорю, и с вашей, и с вашей я говорю. То есть люди сами создают какой-то контент, да, то есть какие-то материалы, сами рассылают друг друга, там, в мессенджерах и так далее. То есть это говорит о том, что на самом деле к этим выборам очень высокий интерес. Спасибо. И вот все-таки штаб Собчак, вот не хотите ничего добавить, потому что... А, вышло, да? Ну, я понял, вы вместе, нет? Они раз отказались, я их время возьму, можно ли такое, да? Возможно, у вас тоже есть интересная технология работы как раз с молодежью, но что на официальном телевидении вас нет? Я вот буквально два слова. На официальном. Безумно уважаю этого коллега. Да, я действительно хочу сказать респект этому человеку, потому что на самом деле он столько борется. У меня вот одно только непонятно, да, в этой ситуации. Вот на прошлых выборах, да, вы какой-то кульбит сделали с перестановками на федеральном уровне, и в итоге, условно говоря, опять не так, да? Сейчас мы вроде бы вот ждали, вот, 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 все наши, Артем там, вот, и опять кульбит Грутин, да? Ну, вот, я не пойму, я не пойму, чего вы добиваетесь в этом плане. Давайте кандидатов самих не обсуждать. Мы так немножко тут вот дали простого. Нет, я искренне болею просто вот за ситуацию, потому что Артем это действительно... Это решение партии. Артем, это не столько достойный конкурент, это приятно работать, приятно работать. Игорь Изманович, я вижу у вас микрофон, да? Сегодня поднимались вопросы, связанные с проблемой граждан, с проблемами и с их обращениями. Мы не можем зачастую непосредственно их решать, потому что это рассматривается как подкуп избирателей. Штабы. Штабы. Поэтому мы с людьми беседуем. Они приходят по самому широкому спектру волнующих их вопросов. Сегодня эти направления уже звучали. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, и аварийное жилье. Причем должен сказать, что силы, которые поддерживают наш штаб, участвуют в его деятельности, постоянно этими вопросами занимались и до выборов. Занимался и общероссийский народный фронт, и политические партии, которые представлены в нашем штабе, и все остальные. И получается, мы стараемся людей направить туда, где их вопросы могут быть решены, подсказать, как это сделать. С другой стороны, выискиваем системные проблемы, которые в результате объединения можем подсказать нашему кандидату, чтобы впоследствии они были реализованы в его программе, в его деятельности. То есть в штабе, на самом деле, живой нерв нашего общества, живой нерв республики. Люди приезжают самым неожиданным образом из Нурлата, из Альметьевска, заранее не заявляясь, даже не интересуясь, какое время мы принимаем людей. И, допустим, в воскресенье в 16.30 появляется человек, который просит, чтобы его вопрос был решен. И постоянно работаем над этим. Поэтому штабы несут ответственность перед своими кандидатами за общение с гражданами. То же самое и доверенные лица. Они представляют, по крайней мере, у нас самые разные категории населения. Работают по широкому спектру. И по линии спорта, и по линии искусства, и по линии образования. Потому что изначально делалась ставка на определенные направления. Причем они не зажаты этими направлениями. Учатся, работают, консультируются. Спасибо. Спасибо. Вот, кстати, я еще раз обращаю внимание, что в зале есть представительство средств массовой информации. Если у вас есть вопросы, то, соответственно, кому-то здесь присутствующих, друг другу, да, то можно свободно их задавать. Вот, да, сейчас я передам микрофон. А пока, значит, у меня просьба подумать вот над этой проблемой, которая была обозначена. Каждый штаб ведь собирает какую-то группу обращений, надежд граждан. Кто-то все равно победит один. Вот, что дальше вы думаете делать с этой массой обращений? Вы спрячете у себя в сейфе. Вы отправите это в далекие архивы. Вы передадите в штаб победителя. Готовы ли вы к этому? Ведь люди-то идут с надеждой. Они, в общем, без разницы, даже многим на самом деле, кто победит. Главное, донести свою боль. А вот не победит ваш кандидат, и боль его уйдет мимо. Но пока вы думаете, пожалуйста. Ильина Аргерфанов, координатор корпуса наблюдателей за чистые выборы. Валерий Сфутарстан, председатель комиссии общественной палаты по общественному контролю по правовым вопросам. По поводу молодежи здесь вопрос встал, и по поводу заинтересованности их. Я думаю, нужно было саму молодежь спросить тоже. Но вот если по поводу выборного процесса, что я могу сказать? То есть мы уже с 2012 года осуществляем наблюдения, и в принципе среди наблюдателей у нас как раз-таки молодежь. То есть у нас большее количество – это студенты, это выпускники, и две трети, может даже большая часть – это именно действительно молодежь. Им интересно именно осуществлять, участвовать, быть участниками этих избирательных процессов, выборных процессов. И вот на сегодняшний день, вот мы сейчас, сейчас создана в России национальный общественный мониторинг. Это сеть общественных наблюдателей, куда входит Россия, Россия выбирает организацию, корпус наблюдателей за чистые выборы. Ну и еще ряд организаций, наблюдателей. Алексей Венедиктов как раз-таки у нас один из хэтлайнеров этого движения. И сейчас, вот правильно сказали, что действительно молодежи неинтересны, по телевизору никто не смотрит уже и дебаты, и в интернете даже, когда начинают говорить, например, про социальные сети, ВКонтакте, это уже давно. Это уже прошло, то есть уже не сидят, и там они уже не сидят, да. Поэтому есть уже куда-то в другие направления. И вот мы сейчас как раз-таки с наших наблюдателей тоже обучаем именно работе на портале национального общества мониторинга. Он представляет общероссийский портал, где выявляются нарушения, любой желающий он может сфотографировать, опубликовать. И таким образом происходит, как сказать, объективность. То есть человек может себя уже задействовать в выборах, даже не выходя, можно сказать, из дома. То есть если у него есть доступ, например, к видеотрансляции, он может таким образом тоже действовать. И вот такие механизмы, инструментарии, они будут заинтересованы. Поэтому как бы и партиям тоже я, наверное, пожелал бы именно в работе ваших, может быть, наблюдателей. Я знаю, что у каждого у вас тоже будут наблюдатели с вашей стороны. Внедрять такие технологии. И, возможно, если будет интересно, мы готовы тоже к сотрудничеству, к взаимодействию с любыми партиями. То есть еще раз скажу, что корпус наблюдателей за чистый выбор. Общественная палата в этом году наделена таким правом именно направлять наблюдателей. Они являются независимыми арбитрами. Неангажированными. И для нас все кандидаты равны. Поэтому если будет желание партии, либо движения участвовать, взаимодействовать, мы всегда открыты. И вот мы сейчас проводим обучение на базе СГЗ. На днях будет у нас также тоже круглый стол по выборам, как раз по наблюдениям. Тоже если будет желание, мы вас всех приглашаем. Спасибо. Давайте, раз у вас микрофон коротко, вернемся. А ты насчет молодежи. Я вот молодежь вроде бы пока еще хочу сказать, что, пожалуйста, не надо нами заниматься. И не надо про нас делать законы. Мы сами как-нибудь разберемся. Потому что когда наше государство начинает заниматься молодежью, то оно ставит какие-то ограничения ненужные или еще чего хуже на митингах, которые организуются молодежью. Эту молодежь хватают и сажают в автозаки. Вот, например, Алексей Навальный по всей стране сделал штабы и их там прессуют. Вот это как раз молодежь, которая, как вы говорите, не интересуется политикой. Она интересуется, она строит свои сети, свои команды. Но вы эти команды громите. Поэтому, пожалуйста, еще раз прошу, не надо заниматься молодежью так, как вы это делаете. Молодежь сама как-нибудь разберется. Спасибо. Только я единственную деталь хотел пояснить. Может быть, действительно, я как-то слишком выразился, не точно. Я не говорил, что молодежь не интересуется политикой. Я говорил о том, что спрашивал о том, есть ли проблема взаимопонимания молодежи и доверенных лиц. То есть способны ли нынешних доверенных лиц вот этот корпус такой большой, представительный, услышать в их терминологии и в их технологиях современная сегодняшняя молодежь. Вот вы сказали, да, не очень способны. В этом смысле вы только подтвердили некие волнения, которые у меня есть. Есть какие-то другие технологии, которые молодежь больше устраивает, собирают их хорошо на митинги, о чем тоже сейчас звучало и говорилось. И больше их, что называется, заставляют быть активными, самостоятельными вне тех каких-то рамок и ограничений, которые вас тоже смущают. Так что в этом смысле мы не сильно разошлись и мы не говорили о том, что молодежи на все, что называется, по боку, да, и неинтересно. Вы тоже про молодежь? Тогда микрофон передайте. Ну как молодежь-то интересно стала. Меня зовут Карина. Хочется что сказать, что молодежь интересуется политикой. Не только интересуется политикой, она еще и активно участвует. То есть вот от лица комсомола хочется сказать, да, что мы действительно принимаем участие в проблемах граждан и всегда готовы встать на их защиту. Вот ребята со мной согласятся, да, я думаю. И хочется сказать по поводу доверенных лиц. Вот мы комсомол, да, у нас есть кандидат Максим Сурайкин. Он нам не только палкой там в колеса не втыкает, да, он нам наоборот помогает. То есть он сам молодой и нам помогает как-то найти пути, варианты решения, чтобы развивать нашу молодежную организацию. Вот, поэтому, видимо, молодежь бывает разная и ситуации бывают разные, поэтому возникают такие вот вопросы, как у моего предшественника. Спасибо. Ну, я думаю, что вот в вашем контексте ни один из кандидатов вам ничего не втыкает, в общем-то. Нет, но на самом деле... Да, спасибо. Еще где-то было, да, желание? Ну, давайте, потому что еще у меня был вопрос такой общий, вот, по поводу обращения граждан, куда они потом денутся. Я просто два слова буквально, вот, реплику молодой человек здесь сказал. Понимаете, если вы не хотите, чтобы они занимались, молодежная политика, в принципе, это такая сфера, если вы не интересуетесь ей, то никто и не будет в этом понимать. Но государство должно работать с молодежью. Это ее стратегические, стратегически важные позиции. Это будущее. То, что на эти митинги проходят, о которых вы говорите, да, вы посмотрите, через какую цепочку сетей они проходят. Вы посмотрите, через какие... Просто я даже перечислять их здесь не буду, чтобы не пиарить. Как они туда приходят? Через какие зоны активностей? И через что они проходят? Я могу это совершенно точно сказать. У меня сын как раз такого возраста, 15 лет. И я вижу, как он приходит вот на эту сеть, где потом зовут на митинги. Через какие он проходит? Мы должны это регулировать. Государство обязано это регулировать. А, все-таки вы хотите нам запретить уходить? Я не сказал о запрете. Это уже начинаются такие политические дебаты у позиции кандидатов. Спасибо. И если, извините, после просмотра сети девочка, допустим, совершает суицид, это вина государства, что мы вовремя не беспокоились, чтобы в этих сетях не было этого контента. И государство будет этим заниматься. Спасибо. Есть смысл прислушаться. Так, пожалуйста. Здесь Тимур Кадыров, как руководитель молодежной ассамблеи народов Татарстана. Здесь хочу добавить то, что не то, что после выборов будут заниматься молодежью. Молодежью занимаются на самом деле очень активно. И не то, что смотря в каком формате вы думаете, не надо заниматься молодежью. Но поддерживать молодежь всегда нужно. Нужно всегда поддерживать их инициативы. И что мы видим? Что в последнее время, если мы берем на федеральном уровне, то активно, ну реально очень хорошо работает федеральное агентство по делам молодежи, которое поддерживает, которое создаёт площадки. Если это для творческой молодежи, это форум Таврида Всероссийский. Туда по тысячу человек собирают в Крыму. То есть существует большая сеть федеральных форумов, существует большая сеть республиканских форумов, региональных форумов, где активная молодежь может принять участие, где активная молодежь, например, форум На Штатарстан в республике. Активная молодежь, у которых есть свои проекты, у которых есть свои идеи, они туда заявляются и практически все их инициативы поддерживаются. То, что сейчас проводит Федеральное агентство по делам молодежи, объявили, сейчас идет, уже с начала года, это уже третий грант для физических лиц, у которых есть свои проекты. И там раздают и до 300 тысяч, и до 2 миллионов, если это 3 человека могут из одного института собраться и подать заявку. То есть молодежь очень сейчас активно поддерживает. И я имею в виду не прям перед выборами, а имею в виду последние 6 лет, которые активно ведется работа по поддержке молодежи, сейчас это все ведется. В принципе и после выборов, я думаю, в таком же направлении все будет работать. Но если это переводить на уровень министерства, то, конечно, молодежь это также будет приветствовать, потому что здесь еще будет больше возможностей для молодежи. Спасибо. Спасибо. Так, Вадим, Антон, Сергей, нет пока вопросов? Нет, нет, нет. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот в Тавриде собирается молодежь. Это молодежь, которая поддерживает Единую Россию. Где можно найти эту информацию? Почему эта информация постоянно где-то прячется? Почему у нас вообще вся информация доходит до той же самой молодежи как-то вот на каких-то мероприятиях? Почему не информируют? Нет, я вот, допустим, никогда не видел, что какую-то молодежь приглашают в Тавриде. Таврид проект слышали? Четыре коммуниста у нас. Какой проект? Политзавод. Слышал? Четыре коммуниста у нас ходят. Очень рады. Они все знают. И мы рады. Самое главное. Надо по телевидению об этом говорить, потому что молодежь приглашается на всякие... Сейчас вам скажу, что телевидение не тот источник не смотрит. Так, давайте вернемся к обращениям граждан. Мы все-таки про... Сейчас, секунду. Вернемся все-таки к этой теме, которая изначально для нас была важна. Все-таки что штаб делает, доверенные лица, и что они потом делают с тем, что им доверили. Как доверенным лицам. Им доверили какие-то свои надежды. Что будете с ними делать? Ну, если победит, ваш кандидат, понятно. Будете исполнять. Не победит. Куда они делаются? То есть, с той проблематикой, которая к нам обращается, мы, в принципе-то, работаем, вот как другие партии говорят, мы работаем круглый год практически. То есть, эта тема у нас постоянно не только выборная сейчас. То есть, у нас вот и общежитие, кварт, мы боремся, чтобы людей не выселили на улице по аварийному жилью. Они идут у нас, то есть, круглосуточно, она не прекращается. Не круглосуточно, а круглогодично. То есть, нет никакой в этом разницы, то, что вот сейчас и вот эти все обращения, они постоянно идут на имя правительства, на имя вот сейчас действующего президента. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, это идет постоянная работа в этом плане. Не только вот сейчас именно, а то есть, практически всегда. Все, я ответил на вопрос, да? Понятен, да, пожалуйста. На самом деле, я могу сказать, что это очень важный вопрос. Вопрос, который вы поставили по тем обращениям, которые политические силы соберут по итогам этих выборов. Потому что сегодня, помимо, вот, скажем так, бытовых, каких-то социальных вопросов, по сути, обсуждается и будущее нашей страны. И, конечно, ну, что касается парламентских партий, я думаю, что здесь большой проблемы нет. То есть, они действительно работают и продолжат работу и после выборов. А те вопросы, которые носят, может быть, характер взаимодействия с исполнительной властью, они также будут отрабатываться в рамках тех механизмов, которые уже выработаны. Что важно? Вот, даже сегодняшнее мероприятие, по моему убеждению, оно очень важно как раз тем, что мы вот здесь представители разных политических сил, пускай в нашем регионе, но мы общаемся, мы взаимодействуем. И мы можем конструктивно в дальнейшем выстраивать работу по решению именно проблем, те, которые требуют взаимодействия разных политических сил. Но важность этого процесса, да, я, к сожалению, вижу, что сегодня не понимают все политические силы. То есть, вот что мы видим? Почему у нас так Собчак сидит, молчит, Эльза не хочет сюда выйти и фактически, ну, огрозилась писать жалобу? Это что, подход? То есть, пожалуйста, выходите, выступайте, говорите. Это их право. Нет, я лучше посижу, я жалобу напишу. Это право. Это, я считаю, неправильный подход. Вы, конечно, против всех, мы знаем, то есть, вашу позицию, ваш подход, но нельзя доводить все до абсурда. Давайте общаться, взаимодействовать и понимать, что конечная цель у нас решить проблемы наших граждан. Спасибо. Да, сейчас я вам передам микрофон. Пожалуйста, еще тут уже несколько слов ваших. Ну, по поводу обращения граждан, у нас, к сожалению, нет депутатов, поэтому депутатские запросы мы направить не можем. Мы даем как бы рекомендации гражданам, если у них есть какие-то вопросы, которые можно решить, потому что, к сожалению, иногда граждане обращаются уже после того, когда решить практически ничего невозможно. То есть, они проиграли один суд, они проиграли касацию, и потом они идут в Единую Россию, там ей не помогают, в КПРФ, там и так далее, по всем партиям приходят к нам. То есть, есть и такие люди. Есть, значит, когда вопросы можно решать, просто человек, например, не знает, куда обратиться, в какой орган, то есть какой-то орган ему ответил отказом, и он не знает, что делать дальше. То есть, таким людям мы помогаем, и не только перед выборами, то есть эта работа ведется постоянно, но, к сожалению, у нас, в отличие от парламентских партий, от Единой России, у нас нет рычагов административного воздействия на те структуры, которые, скажем так, дают отказы гражданам, на мой взгляд, неправомерно. То есть, мы можем только помочь как-то юридически, куда обратиться, как написать заявление. Такая работа у нас ведется. Спасибо. Андрей Римович, пожалуйста. Я на это объявление сборского клуба в Торстане. У меня два вопроса. Вопрос первый. Мне очень странно, что такой возможностью действительно не воспользовались все представители, уважаемых кандидатов на пост президента страны. Обычный ЛДПР очень активно вроде бывает, да? Его нет здесь. Почему от Бабурина никого нет? И в связи с этим складывается какое-то ощущение, по крайней мере, по той повестке, которая сейчас звучит, что выбираем мэра города, ну, в лучшем случае, там, какого-то начальника ЖКХ, да, там. Поскольку в основном тематика связана с помощью в решении таких семиминутных бытовых проблем. Нет, это важно, безусловно. Но президент страны все-таки это не мэр города, да? Он не несет ответственность за ремонт двора. Косвенную, конечно, несет. Соответственно, идет выбор между какими-то более знаковыми, системными какими-то там вопросами повестки дня. Вот пока это не слышно. И, на мой взгляд, получается, что? Что огромная масса населения просто пользуется возможностью, как-то обойдя всех кандидатов, найти способ решить их проблемы в таком ручном режиме. Но вот смещение происходит как бы фокусу, да? Мы все-таки президента большой страны выбираем на 6 лет. Мы выбираем некий курс, да, стратегию. Это вопросы и безопасности, и экономического развития, и духовного развития. Это первый вопрос. Почему так? Мне бы интересно было знать. Поскольку вы все как бы примерно об одном сейчас говорите. Ну, примерно звучит так. А я это сделаю лучшее. А мы вот работаем не только в период избирательной кампании, но и до и после будем работать. Примерно. А второй вопрос у меня как бы здесь, может быть, с этим уже связано. Ну, вот хотя бы на первый вопрос хотелось услышать ответ. Давайте короткие ответы, потому что мы сейчас будем потихонечку завершать. Да, я вот с коллегой соглашусь. Площадка изначально не агитационная, да? Но мы любые вопросы... Если уж тема была по штабам, то на самом деле сейчас мы озабочены именно тем, как к нам идут люди, которых интересуют личные вопросы, личные проблемы. И это очень тяжело. Я вам скажу, что... Нет, это очень тяжело. И мы планируем все эти вопросы и все пожелания донести до нашего кандидата. Я думаю, что многие из ответов мы услышим и 1 марта на то, что уже наш кандидат как бы скажет на эти вопросы. Если тема будет по стратегии развития нашей страны от наших кандидатов, мы готовы тоже прийти также на такую же встречу и ответить на эти вопросы. Никаких проблем нет. Я с вами соглашусь, вы совершенно правы, что люди пытаются, многие, воспользоваться выборами для того, чтобы решить свои проблемы. Потому что в нашей стране проблемы людей зачастую те органы власти, которые должны решать, они их не решают. Мало того, они еще делают иногда такие решения, то есть ухудшают, не просто не решают проблемы, а еще ухудшают условия жизни граждан. И граждане видят в период выборов для себя возможность решить свои насущные проблемы. Спасибо. Так, давайте вот два микрофона заняты. Мы сейчас, только коротко, если можно, да? Да, в целом я согласен с выступающими в части вопроса обращений с гражданами. Какой ключевой момент, на что надо обращать внимание? Всегда необходимо знать тот порог, когда использование обращений граждан превращается в спекуляцию. Да, в политическую спекуляцию, когда начинают апеллировать тем, что вот такое-то обращение, когда что-то не решалось. Почему я вот обращаю на это внимание, что вот у меня коллега Ильина Аргифанова здесь, да? И мы сегодня слышали очень много про дольщиков. Но вот есть такая история с дольщиками Трикита. Как раз это была работа, проводилась общественной палатой, в рамках законодательства сформированная процедура, как решить эту проблему. И проблема была решена. Но вы бы слышали, сколько было негатива вылета на нас тем, что, мол, ну, вы там как-то решали так, вы решали сяк. Есть законная процедура, позволяющая решать, да? Затем было принято решение, давайте по всем дольщикам проработаем. И мы столкнулись с определенными проблемами законодательными. Что мешает? Подготовили пакет предложений, направили на федеральный уровень. Были приняты определенные изменения. Сейчас эту функцию контроля передали госстроенадзору. То есть действия, которые побуждают к решению проблем. Но мы ведь об этом каждый день не кричим, о том, что вот дольщики, дольщики, можно играть с ними в футбол. Но вопрос в том, что это зачастую не решает никакую проблему. И вот, по крайней мере, мы всегда готовы встретиться с вами. Спасибо, мысли понятно. То есть вы говорите, что можно от частного двигаться к большим, в том числе стратегическим вопросам. И более того, очень многое оно решает. Спасибо. И у вас что-то, да, было? Раз микрофон. Все работает. Да, секунду. Все работает. Вы... Они работают, работают. Это те, которые бизнес-райденстроим. Это тоже глупости. Не надо... К сожалению, вас не слышно, потому что запись идет через микрофон. К сожалению. Хозяев Артур, председатель Центра стратегических исследований «Платформа-21». Вот мы сейчас затронули роль, тему роли региональных штабов доверенных лиц, активистов, волонтеров в трансляции мнений снизу вверх через обращение граждан. Есть вторая роль штабов доверенных лиц, это трансляция сверху вниз. То есть адаптация программ конкретных кандидатов под максимально близкий к гражданину уровень. И в этом смысле, наверное, важна работа каких-то аналитических сил, аналитических ресурсов для того, чтобы программы кандидатов... Мы выбираем президента 18 марта, мы выбираем, конечно, президента всей страны. И, разумеется, у каждого кандидата программа достаточно общая и касается, в первую очередь, вызовов проблем общегосударственного уровня. Но важно преломлять эту программу на тот уровень, который ближе к гражданину. В частности, на уровень субъекта федерации. То есть, что ожидать конкретному субъекту федерации в случае реализации программы конкретного кандидата. Или, если это слишком сложная, слишком масштабная аналитическая работа. Что ожидать каким-то группам субъектов федерации? Например, тех, у которых в экономике велика роль нефтегазодобывающего сектора, сельского хозяйства, регионов-доноров, регионов-получателей бюджетной помощи, инфраструктурных, хорошо обеспеченных или плохо обеспеченных. Мне кажется, эта задача для региональных штабов очень важна. Либо хотя бы соответствующий запрос делать на уровень федеральных штабов, где есть достаточно аналитический ресурс. Спасибо. Достаточно системная, мне кажется, рекомендация того, что интересует и как можно трансформировать мысль снизу вверх и сверху вниз, что называется. И потом с максимальной эффективностью использовать, в том числе, возможность избирательного процесса. Спасибо большое. Я отвечаю на вопрос Андрея Иримовича. Очень коротко. Очень коротко. Не будем упрощать. Обращения людей разные. Некоторые действительно воспринимают свой вопрос кандидату как последнюю надежду решить вопрос. Но тем не менее, тем не менее, достаточно большое обращение умных граждан, тех, которые стремятся что-то изменить в стране, не решить свою маленькую проблему, а именно решить. Есть предложения по изменению налогового законодательства, по поддержке материнства и детства, по судебной системе и по многим другим направлениям. Поэтому не совсем хотелось бы упрощать. Есть и то, и другое. И это замечательно. Спасибо. И одну минуту буквально. Может быть, мы после 18 марта встретимся. Выборы — это своеобразная лакмусовая бумага для нашей исполнительной власти, для депутатов, для нашей республики. И обобщим все проблемы. Увидим, где слабые места на региональном уровне, на федеральном уровне. И победителю передадим наши пожелания. Спасибо. Это уже такое пожелание. Вот бы очень хотелось встретиться. Во-первых, все ограничения уже будут ликвидированы. Можно будет поспорить, подискутировать. И я тоже в том числе смогу более свободно себя вести. Но я думаю, что и сегодня кое-что такое конструктивное, без какой-либо агитации мы все-таки услышали и нащупали. Вот сейчас, если позвольте, общий вопрос, завершающий ко всем участникам. Я бы все-таки хотел, чтобы вы тоже ответили на него. Он очень короткий, очень простой. Вот буквально продолжение того, о чем сейчас говорилось. Выбор пройдет, наступит 19 марта. Вот вы себя видите дальше в политической жизни республики или страны? То есть намерены ли... Фактически вы сейчас на политическом поле, да? То есть видите вы свое будущее в политике или нет? Ну и, соответственно, видите ли вы в политике тех людей, которых привлекли сегодня в качестве доверенных лиц? Это вопрос уже вот к тем, кто на сцене. Ну вот, доверенных лиц, ну вы сами-то уже в политике, с вами-то все проще. Не ответите нам, коллеги, да. Было бы просто интересно, вот реально по-человечески очень интересно, потому что от этого во многом зависит, какое завтра будет политическое поле, ландшафт. Мне очень приятно, что от меня политическое поле Татарстана зависит. Не зависит, но вы там можете присутствовать, а можете нет. Вот. Безусловно, да, я вижу себя в дальнейшем участником вот этого всего политического поля. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Да, микрофон мне, микрофон, пожалуйста, дайте, да. Вы знаете, есть такая пословица, король умер, да здравствует король. То есть выборы кончились, будут другие выборы. Естественно, будем участвовать, естественно, и в политической жизни Татарстану наша организация будет совместно с ВЛКСМ. Мы обязательно будем участвовать и дальше работать во благо нашего народа и во благо тех жителей, которые к нам обращаются. Спасибо. Ну, я, наверное, скажу так, что у нас после каждых выборов очень серьезно ведется анализ в партии, да, как они проведены, на каком уровне, кто как сработал. Ну, если мои товарищи сочтут, что я достоин дальше продолжать работать на этом месте, то я бы еще, конечно, поработал, тем более, что то, что вот сейчас произойдет после выборов, то есть я просто уверен, нас ждет очень большая работа, потому что просто так все не завершится, и вот эти санкции просто так никто не снимет, и международная наша блокада не пройдет. Просто так нам нужно сейчас, просто всем настроиться на то, что нас ждет очень большая работа. Что касается нас, да, то я могу сказать, что вот такое, такое количество людей, которые к нам обращаются и хотят как-то себя, ну, внести свой вклад в избирательную кампанию, помочь, такого не было, ну, вот на моей памяти, с 2006 года занимается избирательной кампанией никогда. То есть, и, конечно, вот такое количество людей, безусловно, что среди них есть очень талантливые люди, и мы видим их в дальнейшей работе, ну, по крайней мере, с нашей стороны мы будем стараться привлекать, чтобы действительно, ну, их социальная активность и политическая активность, она была задействована, и они, ну, вносили уже свой вклад не только в избирательную кампанию, но и в изменение жизни людей нашей республики, нашей страны. Я перед ответом на ваш вопрос хотел бы вот ответить на выступление Артура Хазеева. У нас в партии как раз вот и собирается, да, у нас есть экспертно-аналитическое управление, которое в том числе работало над программой, и те проблемы на местах в Москве знают. Кроме того, ряд моментов, отражённых в нашей программе, скажем, у нас есть в программе описано наше отношение к проблеме мусоросжигания в стране. Это связано, в общем-то, и с Татарстаном, то есть сейчас собираются строить пять заводов, один из них в Татарстане, четыре в Московской области, по переработке мусора, по ядерным отходам и так далее. То есть программа, она пишется как раз-таки, это президентская программа, она охватывает все регионы, все сферы деятельности. Достаточно большая программа, называется она у нас «Дорога в будущее», вот, и то есть это взаимодействие в нашей партии, оно идёт. Теперь, что касается политики, я, в общем, не собираюсь из политики уходить. Я думаю, большинство моих коллег тоже, но вместе с тем всё будет зависеть от того, кто станет президентом и с какими результатами. Если Путин станет президентом с большими результатами, я опасаюсь того, что он может захотеть поменять Конституцию, убрать те остатки федерализма, которые сегодня ещё есть, и дальше система может быть ещё жёстче, потому что теперь у него будет шесть лет, и он… Нет, я считаю, я просто спросил, я считаю, что может быть, я считаю, что может быть разные сценарии. Спасибо. Ну и вот буквально, да, нет, вот вы же смотрите друг друга, да, наблюдаете друг за другом, потому что называется на предмет похантить какого-то интересного, скажем, из оппонирующей партии, не возникало иллюзий? Только на своих, да, опираться? Ну вот, например, перевербовать соседа или кого-то из его… Мы уже, наоборот, его взяли с двух сторон. Спасибо, но не знаю, насколько стало сегодня всем понятно и ясно, что делают, как делают, какими силами делают тот или иной избирательный штаб, но, во всяком случае, круг проблем, их забот и их надежд мы сегодня услышали точно, и это уже тоже неплохо. До следующей встречи, спасибо всем. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»